И с собой два, я даже не знаю, как наставить гости. Демоны. Демоны. Два гостя, просто лучше два гостя. Гости. Гости, вы же ведущие. Да, вы же хозяев. Вы же хозяев. И со мной два хозяева. Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. Это значит, что пришло время очередного выпуска программы «Доживем до понедельника». Григорий Гельфер, Евгений Гендин и Елена Кальянова в студии. Добрый вечер еще раз вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Чем я хуже своих товарищей, я тоже вас приветствую. Ты лучший. Ты лучший, да, безусловно. Давайте посвятим этому передачу. В прямом эфире мы работаем. 370-3101 в течение эфира работает телефонная связь. И у нас есть связь интернет. Да, пишите нам в прямом эфире. Мы пишите в социальную сеть Facebook. Мы ответим. Увидим. Вот уже я вижу. Есть несколько вопросов от телезрителя Артура Кори. Если успею, Артур Кори, если успею, все зачитай. Ну вот первый по хронологии. Ну давай по очереди. Вопрос. Добрый день. Спасибо за передачу. Я бы на этом и остановился. Это не вопрос. Скажи, скажите, кто-то из вас знает. Скажите, пожалуйста, имели я право вызывать полицию, если под окнами шумят алкаши после 24 часов? Заявка будет анонимной. Я думала, они смотрят нашу передачу и шумят. Нет. А человек боится, что алкаши потом... А можно через нашу передачу. Вызывать можно, а звонок... Нет, но кто-то знает реальный ответ. Нужно сообщить будут свои данные какие-то. Все же считают, что мы должны людям помогать. Ну, они останутся только... Инкогнито, возможно, останутся, но не анонимный звонок... Ну, то есть, если не лукавить, мы не знаем точного ответа на этот вопрос. Почему мы знаем? Знаем, да. Анонимный будет? Будет не анонимный. Если человек звонит с какого-то телефона, то милиции... Нет, нужно сообщить. Я не понял. Артур, ну выйдите, дайте им по голове. Мужик вы или не мужик. Зовите меня, я вам мобильную личку скину. Ну, кто после эфира... А я найду того, кто приедет и даст по голове. После эфира поедешь ловить... Ну, Кальянова говорит, что анонимный. Нет, не анонимный. Поехали. Главное событие недели. Не прогудит. Да, не, ну вообще, вот футбол, под знаком футбола идет этот месяц. Мы сопереживаем, мы болеем за Исландию очень. Болели. Болели, да. Здесь город, кроме Тима Желда. Да, значит, вот Уэллс, то есть вот команды, да, представляющие даже и не страны, в общем-то... Даже мне симпатична Исландия. Да, они, в общем, показали, что футбол это такая вещь, где мотивация и идейность, в общем, иногда важнее, чем очень большие закачанные деньги. Ну, мы вернемся на нашу грешную землю и поговорим о команде Днепр. А у нас, правда, Гаррит Белл там стоит 90 миллионов, Рэмси 50 миллионов. Ну, неважно. Там есть звезды. Ну, стоит, но... А у викингов, да, там... Да, конечно. Поэтому, а все сейчас волнуются вот насчет команды Днепр, потому что идет очень тревожная информация, что в связи с тем, что не был произведен расчет с Хуанда Рамосом и его штабом, значит, Днепр ждут очень серьезные санкции. Значит, это и запрет на трансферы, и плюс, ну, вернее, минус 9 очков в начале следующего сезона. То есть, короче говоря, ну, тревога, тревога, которая посещает всех болельщиков Днепра. И даже наш мэр Борис Филатов, он собрал, по-моему, значит, там, вот активистов, сфотографировался под стенкой с плакатом «Днепр должен жить». Я, правда, не знаю, каким это результатом привело, но, по крайней мере, ну, обозначил, что он волнуется за команду. Ну, и, на самом деле, владелец клуба, президент, там, Игорь Коломойский сказал, ребята, это все ложная информация, клуб будет жить, но не так хорошо, не так жирно, как раньше. Мы все пересчитаем, и, в общем, перейдем на эконом-формат, потому что, сами знаете, что в стране делается. То есть, менее футбол будет. Я считаю, ну, хозяин имеет право, как бы, да, оглашать формат. А социальная ответственность бизнеса. Да, с другой стороны, это же... Не закрывать, закрывать нет. Это же все-таки Днепр, это... Это история города, закрывать нет. И я вот подумал, есть такая неплохая команда Барселона, да, вот, в принципе, ну, известная достаточно... Ты хочешь сравнить? Не, я просто хочу сказать, что ее форма собственности, это вот, как бы, у нее коллективный собственник, это все члены клуба Барселоны. Их 170 тысяч человек. И они, каждый имеет, там, какое-то количество акций. Они выбирают президента, там, ну, и так далее. То есть, я подумал, что если в Днепре так люди переживают, ну, за судьбу клуба, то, может, имеет смысл... Вот мы найдем 170 тысяч... Женя, ты готов вот купить немножко акций? Я сейчас с собой нету. Не, ну, с собой ладно, а людей, то есть, подписчики твои готовы вложиться вот купить немножко акций Днепра. Да, скажите, что вы... Не, ну, на самом деле... Я спросил тебя конкретно. Ну, мы должны все просчитать и понять, мы, что мы ввязываемся. Понятно. Ну, в общем-то, это как бы... Надо понять цену вопроса и надо понять перспективу. Ну, Барселона неплохая перспектива. Я считаю, что... Барселона чудесная перспектива, особенно в Испании. Да, хорошо. Я не знаю, какой перспективе сейчас вы говорите. Не, ну, я просто говорю о том, что есть и такие формы. Есть. Так сейчас есть петиция. На сайте есть петиция. Если чувствуют ответственность за команду, пусть они подставят свое плечо. И вы тоже. Лена, что ты скажешь, как фанат по кличке Кузьмич? Я говорю о том, что сейчас ходит петиция в процессе подписания о спасении команды Днепр путем перевода имущества на баланс города. Я считаю, что если на баланс города перевезти еще стоимость Днепра, то нашему городу вообще никогда так не видать. Я как раз хожу в комиссию по спорту и придет... Ни канатные дороги, ни ничего больше. У нас тренера нету, кстати, вернее, уже есть исполняющая обязанность. Дмитрий Михайленко, а, к сожалению, Маркевич... Ну, слава богу, Коломойский пообещал жизнь, но не деньги команде, а как... Ну, уже хорошо. Он же мог и не думать. Он же и деньгами распоряжается, поэтому... Спасибо. Это уже 50% успеха. Мы надеемся, что... Так и я думаю. Кстати, вот об ответственности. Перед этим я зачитаю вопрос. У меня нет ответа. Артур Куря тот же. Теперь о выборах. По пути к железнодорожному вокзалу стояли две палатки зеленого цвета, двух кандидатов на выборы в Верховную Раду. Сегодня мной не было замечена вторая палатка. Совпадение ли это? Не думаю. То есть это... Просто заболели... Артур намекает на то, что кто-то снялся с кандидатов. Насколько мне известно, мне известно, пока что никто не снялся. Мне известно, один снялся. Никий господин Тигов. Из тяжеловесов, по которым стоят зеленые палатки. Имеется в виду Тамчук и Рычкова. Мое, я повторю, уже сжато в виде, мое мнение, там как бы, мое личное мнение совершенно однозначно, что та, которая идет третья, во имя мира, добра, демократии, если все-таки, должна сняться. Та, которая третья. Кто из них, я не буду говорить, на данный момент третья. На третья должна сняться. Иначе, ну, будет не тот вариант, на который вся мировая прогрессивная общественность рассчитывает. То, что по этому поводу... Не, я просто хотел сказать, что палатки сейчас нужны в лесу, где хорошо. Может быть, просто была такая потребность у людей поехать в поход. Я думала, ты хотел сказать о том, что кто-то хотел сказать о том, что итоги выборов бывают разные. В Британии, в том числе. Конечно, да. И это, кстати, тоже к вопросу, я коротко, к вопросу об ответственности. Невзирая на то, что нас выругал на прошлой передаче телезритель Василий Металлург, что мы Брекситом отвлекаем внимание от насущных проблем. Но за бесплатно мы можем на этом канале отвлекать кого угодно, от чего угодно. Что хотим, то говорим. И надеемся, что это совпадает часто все-таки с тем, что хотят усложить наши служители. И живем мы в глобальном мире. Брексит. Яркий пример ответственности. Значит, вот что все... Днепр, да. Все хотят спасать, как и Отечество. Все спасители Отечества. Но вопрос по том же ответственности. Брексит. Проголосовали. И вот это очень показательно. Вот те драйверы и лидеры, которые вели к Брекситу. Самое главное мы их знаем. Нил Фарадж, председатель этой партии евроскептиков. И Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, популярный человек. И вот они оба соскочили. То есть Фарадж пошел в отставку, но он сказал, типа, все мы сделали правильно, мы сильны, как никогда, бай-бай, я пошел. Ушел. Дальше. Ну подумали, ну хоть Борис Джонсон тоже выручить. Борис Джонсон, он же как главный кандидат лидера консервативной партии. Борис Джонсон сказал, все пучком. Нет, даже английский, он сказал, все пучком. Он сказал, но я не тот человек, который может объединить консервативную партию. Сел на велосипедию. Значит, и уехал. Поэтому вопрос, как бы, ответственности, вопрос обещания спасения, это разные вещи. Вырубите этого афоризм, который только что. Я просто, ну, вот по Брекзиту я просто хочу сказать, что британская молодежь может чувствовать себя спокойно, потому что в Германии сейчас поднимают такую тему, что молодежь Британии, им нужно оставить все-таки паспорта Евросоюза. Да, это, по-моему, вице-канцлер Германии. Поэтому у них есть надежда все-таки еще быть членами ЕС. Я хотел сейчас немножко вот о грустной ноте, тоже она как бы связана с Европой частично, но это, в общем-то, наша украинская история. Это Василий Слепак, это солист французской национальной оперы, украинец, он с Львовщины родом, значит, который пел в опере знаменитый, значит, баритональный бас. Да, вот это был последний его, как бы, вот формат, которым он пел. И он погиб, значит, погиб, значит, будучи, ну, добровольцем во время столкновений с боевиками, значит, там, с террористами, с сепаратистами. Есть даже подозрение, кто, значит, какой снайпер в него выстрелил. Это действительно, ну, как бы, масштабная трагическая история. То есть человек, у которого, ну, точно по жизни не было проблем ни с самореализацией, ни с финансами, он ехал именно... У его родины проблемы были. Да, были проблемы у его родины, и он поехал защищать свою родину, он погиб, ну, обозначив просто, ну, масштаб того, что действительно раз на вот нашей, ну, я говорю это, на нашей стороне есть такие герои, значит, наше дело, в общем-то, правое. Ну, вот это же тоже, это вся эта ДНРовская и вся местная ватная, эта басота, тоже они же начинают в своих клише, что, типа, Украине нужна была сакральная жертва, такая вот, этого человеческая жизнь, такая яркая. И вот, типа, свои его убили, ну, подонки. Не, ну, Байрон тоже погиб там за свободу, правда, даже вообще чужой страны, никто не говорил, что это сакральная жертва. Но сакральная фраза «жизнь продолжается», и Украина продолжается. Да, и Украина продолжается, и все, в общем-то, у нас связано с Европой, ты сказал о Европе, да. Да, печальные новости. Мы же идем в Европу, и вот какие-то изменения тоже направлены в ту сторону. С 1 июля у нас одно из знаковых предприятий в Украине, Укрпочта, получила нового руководителя, и несмотря на то, что вот у одних финансовые трудности в стране, видимо, у других в бюджете трудностей нет, это 333 тысячи заработной платы в месяц. Сколько это в деньгах? Около 13 тысяч долларов в месяц пока он получает, но хочет 60 в месяц. Причем, а в конвертах сколько он получает, как руководитель Укрпочты? Нет, это когда он принесет прибыль, она у него вот должна быть в размере 60 тысяч. Это та зарплата, которую он имел в Америке, он менеджер с очень хорошим образованием, успешный, очень верится в это, конечно, что он будет делать, пока неизвестно, но вот пока обсуждают только его зарплату и радует, конечно, радует появление таких потенциально хороших менеджеров в Украине. Уже почти вот два месяца назад наше другое знаковое предприятие Укрзалезницы получило тоже такого высокооплачиваемого, гораздо больше оплачиваемого руководителя, Рокера Польского. У него полтора миллиона в год долларов зарплата, якобы бюджетная. Насколько хороший потенциальный акционер футбольного клуба. Да, да, это вот, к слову, размерах заработных плат, так вот, ладно. Тогда это будет локомотив. Укрпочта-то еще не начал работать, а этот уже вроде бы как работает, да, уже скоро середина июля. Мне вот довелось на прошлой неделе воспользоваться услугами Укрзалезницы, и я скажу, что, ну, вот кроме, как вот, юмористических каких-то отзывов, больше ничего другого там нельзя делать, потому что все настолько трагично, печально, если в это верить. Ты не влюкся, не в спальном вагоне? А, нет смысла вообще, не в спальном вагоне, ни в каком. Это настолько, ну, это настолько вообще вот ужасно, то, что там есть сейчас. Поэтому я говорю не случайно, что это тема для другой юмористической. Летайте, Лена, самолетами компании Мау. Самолеты это вообще сложно. Я скажу, что прежняя схема вот работает. Билетов нет на сайтах, практически нет, там поймать это невозможно. Приходишь в вагон, вагон полупустой. Так что номер один аттракцион это вот поймай билетик. Следующий это так прекрасно ехать в 40 градусов практически без кондиционера. Он есть номинально. Ох ты делаешь рекламу новому менеджеру. Ну ты его не почувствуешь вообще. Нет, я просто в восхищении была. Он свои полтора миллиона может и не заработать. 500 километров до Одессы мы едем 15 часов. 15 часов. Ну таможня же, наверное, Одесска. А потом вот эти вот все перлы, когда ты вот там сидишь, задыхаешься, извините, там обтекаешь от жары уже, да, и начинаются. Вот включили здрасте, добрый вечер, выключили, доброе утро, добрый день. И зачитываются правила, которые вот на мой день, на мой взгляд, они, есть такая вот модель поведения в нашей стране. Зачитывают правила, где говорят, там, курить запрещено. Ровно первая же там остановочка, все выскакивают курить или по ходу бегут в тамбур. Употреблять спиртное запрещено. Но тут же проводница предлагает холоденькое пиво или там горяченькую водку. Ну, в общем, спиртное, да. Ну, ты не поддалась, конечно, на эти... Ну, это просто все... А, вот еще одно из основных таких правил, там, третье или четвертое зачитывают, что нельзя пользоваться опасными бритвами. Можно только электробритвы. Сразу такое резкое желание... А Желена Матулька нам мылилась. Ну, дать побрить. С бритвой вышел в тамбур. Ну, да, уже как качнет, раз и все, и там... Да, такое острое желание, так попал в поезд, и сразу надо побриться. Вот я не знаю, для чего это зачитывает. Елена, не кажется ли вам, что вы отвлекаете этим морчанием от наших успехов? Я по-прежнему верю в польского рокера. Если вот кто-то не пользовался услугами, пожалуйста, воспользуйтесь. Нет, потому что все может измениться. Лена, как бы, о том, что ей наболело, я никуда не уезжал, и поделюсь тем, что мне надо. Я немножко нарушу правила, то есть правила наши, нагло так нарушу, потому что у нас, как бы, одна новость, потом перешли к другой. Я ее разделил на две части. Скомканно не хочу, постараюсь все равно компактно, но тоже долго разусволить не хочу. В Небре, короче, была... Тем более, что телевизионные каналы, национальные, которые изъявили желание вначале, а нам, потому что по сайтам прошла эта новость, они потом соскочили с этой темы, хотя сами предложили. Короче говоря, тут не прибыла, если кто не знает, штука такая резонансная. Думаю, она не закончилась. Ну, такая достаточно гадкая и тупая, как многое, что связано с партией-регионом и УПА-блоком. Короче, два райдепа, районных депутатов, Бабушкинского, то бишь Шевченковского района, Антон Русанов и Сергей Хрущ, я не знаю ни того, ни другого, выложили фотки ему в Фейсбуке, вот видите фотки? Фотки и фотки, такое мужское типа фото. В чем суть? Они в новой пиксельной форме российских ВС и подписали, идет обучение. Вот, помнит Вена, Альпы и Дунай. И написали геолокацию, Ростов-на-Дону. Что есть фото в русской форме, в Ростове-на-Дону, значит, идет обучение. Значит, все офигели совершенно, и причем даже их однопартийцы, даже их товарищи по колонии номер пять, не говоря о возмущенных нормальных людях, не регионалах. Колонии номер пять? Пока колонны, а потом колонии номер пять. Вот, и, кстати, в этот день, вот это было, кстати, в тот день, вот когда погиб Василий Слепак, о чем-то говорил. Вот, а что оказалось? Оказалось, мальчики пошутили. Ну, пейнтбол был у них, соревнования ОПА-блока по пейнтболу. Ты так сказал, ОПА-блока. Да, бело-голубые мальчики резвились в лесах Орелия. Орелия, как написал Антон Русанов, надо же быть дословным. Зачем они сделали, почему они пошутили, Ростов-на-Дону написали. Как объяснил Антон Русанов, районный депутат Бабушкинского, то бишь Шишкинского, хотели затроллить упоротых укропов. Сайт Миротворец... Чего и достигли. Да, достигли, тоже пошутил. Их внесли Русанова и Хруща в базу Миротворца, как боевиков незаконных вооруженных формирований с адресами. И написали, значит, проходили службу на территории Российской Федерации. Ну, тут наши ОПА-мачо, прямой эфир, засмущались. Вот, значит, побежали к мамке жаловаться, к партии своей, к папке Вилкулом. И ОПА-блок накатал целое заявление. Дескать, их ущемляют. Причем к послам, к президентам. Вот, ущемляют. За последние три года депутаты Хрущ и Русанов не выезжали из Украины. Также не были на территориях, где проводятся АТО. Кстати, не были они на этих территориях. Вообще, уроки делали, слушали маму, руки над одеялом держали и так далее. Вот, дело вроде бы не подсудное. А продолжение следует. Ну, я хочу сказать, вот, в защиту ОПА-блока, могу же, да, в защиту, что они на самом деле сейчас, вот, у них такая идет очистка, они чистятся. Значит, вот, на самом деле, уже вот-вот они решат, они решат, что с Александром Онищенко дадут, ну, разрешение снять с него неприкосновенность. Ну, вот, со дня на день, во вторник уже же рассматривается этот вопрос. Значит, это там знаменитый человек, депутат, там, Кадыров его, да, там фамилия, ну, такая, урожденная, да, в общем, газодобыча, в общем, все там по-взрослому. Но с него не сняли еще пока эту неприкосновенность депутатскую. Зато вот депутат районного, значит, вот совета нашего, соборного района. Опять районный, опять региональный. ОПА-блока, это вот Александр Заманский, его уже из ОПА-блока исключили. И, значит, на него уже там вот-вот заводится, медленно, но заводится уголовное дело за хулиганство. История нашумевшая, там, значит, где-то они с женой поставили машину у какого-то подъезда. И пожилая женщина, значит, не смогла пройти в свой подъезд. Ну, там разные есть версии. Да, есть разные версии. Но то, что подъем происходило, по-любому. Значит, и она им, типа, сделала замечание, они в ответ, то ли ее толкнули, то ли она сама упала. Эта история пока умалчивает. Но тут факт, что там содержимое ее сумки, значит, которая, значит, она несла там продукты, уничтожалась на глазах у окружающих и на глазах у камеры, которая это все снимала. Это, конечно, говорит о том, что, ну, по-видимому, эта пара точно опозорила ОПО-блок. Ну, уже исключили его. Да, уже исключили. А я, может быть, наоборот, надо было вешать Заманского на борде и говорить, вот мы поддерживаем там, ну, какого-то там оппозиционного единого кандидата, значит, ну, вот чтобы... Ну, там их папа висит. Да, ну, папа, значит, ну, пусть и вся семья. Единый который или единственный? Вот, на самом деле, идиотская история, там, я не знаю, что лучше, миллионами воровать, что хуже, миллионами воровать, чем, как вот эта Тонищенко, или вот топтать продукты, как вот эта вот пара Заманских. Ну, и то, и то мерзко. Деталь, что этот Заманский, он же был, он член еврейской общины, давай не будем об этом молчать. Я советую еврейской общине все-таки подумать, иметь ли дело с... Такие оппозиционные... Ну, там еще какой-то молодежный лидер. Потому что потом... Вопросы обрезания, они носят, как бы, обратимый характер, или уже... Да, Леночка. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос, или, я не знаю, содержание. Добрый вечер, пожалуйста, готовы вас слушать. Добрый вечер. Добрый. Хочется спросить, что-то вы обошли вот тему с 1 июля подорожания на отопление на 100%, на горячую воду на 100%. Мы говорили в прошлой программе уже об этом. Ну, вот я не слышу пока. Вот мнение у меня лично такое. Раз народ терпит, будут повышать и повышать. И, значит, в Украине же мы терпелы. До свидания. До свидания. Спасибо. Это опять к этому разговору, типа, что мы уводим, мы обошли, мы должны говорить об этом. Мы говорили это на прошлой передаче, на позапрошлой. Ну, сейчас отопление, мне кажется, не нужно, да? Ну, будет очень тяжело, конечно, осенью будет очень тяжело. Ну, конечно, сейчас товарищ скажет, что мы как бы... Горячей воды нет. Такое жест... А что говорить? Говорить к повышению? То есть мы тоже осуждаем, мы тоже плотим, мы тоже страдаем от этого. Повлиять на Кабмин, наше мнение... К топору призывает. Да, повышение, произошло повышение. Как, что, о чем говорить? Нет, это кошмарно, это вообще вот выше всех. В нашей еженедельной информационной ироничной передаче. Лена, цены должны быть понижены. Мы каждую передачу должны начинать с того, что мы за понижение тарифов. Ну, правда, но мне не смешно совершенно, иронизировать тут нечего, это трагично. Главное, что мы, к сожалению, пока ни на что не можем повлиять. Я думаю, что вот, к слову о Заманском, да, об этом конфликте, возможно, если бы у нас было больше видеофиксаций в городе, которая бы обеспечивала правопорядок, было бы лучше. Вот сейчас в тестовом режиме в Одессе и в Киеве заработали дорожные камеры. Аваков сказал, что за 6 часов работы видеофиксации было зафиксировано нарушение более чем на 3 миллиона гривен за 6 часов. Пока еще водители не получают уведомлений, но с сентября готовьтесь, говорят, что уже будут приходить водителям уведомления. И МВД планирует разместить до 5 тысяч таких камер. Ну, правда это или нет, вот эти суммы, я не могу, конечно, утверждать. Ну, неплохо. Ну, да, начинание такой неплохой суммы, действительно, такие сумасшедшие, которые, возможно, там на дороге, да, куда-то используют. Кстати... Никакое кино таких денег не стоит. Я, кстати, бы хотела похвалить нашу полицию, не все рады ее появлению, хотя бы только за то, что парковки, вот вопрос с парковками у нас в городе все-таки как-то разрешен в лучшую сторону. Потому что то, что я увидела в Одессе, это просто там паркуются там, где хотят, в два, в три ряда, и ездить там совершенно невозможно. Да, поэтому вот такое сравнение у нас, конечно, в лучшую сторону. Я считаю, что это заслуга полиции новой, по крайней мере, с парковками. Не утверждаю обо всех остальных вопросах. Я сокращусь, я что-то надоело мне, как бы я сокращусь. Закончусь с регионалами, но гораздо меньше, чем я... Добивай. Да, чем я хотел, то есть я хотел подробно рассказать, что сети, да, дело не подсудное, мы и с СБУ общаемся, и продолжается там, вроде бы, как бы не подсудно, пошутили ребята, равно как и не подсудно, с кем дружить, тем более на Фейсбуке. Но дружба, как бы мы люди опытные, давно в сетях, она уже чувствуется, понятно, что если ДНР, ЛНР, идеологи, Новороссии, не говоря всяких там Шиловых, то есть, например, тот же Антон Русанов, дел за это не судят. Но чем живет человек, чем дышит, о чем ворочается во сне, оно все по ней. Я не буду перечислять эту дружбу на Фейсбуке. Это смешно, но это очень показательно. Вот я, вот что хочу сказать, вот то, что мне действительно, как бы, волнует. Они, это мое субъективное мнение, они с нами рядом, они с нами рядом, вот в нашем городе, инакомыслящие враги, инакомыслящие враги или враги, это все оценки, они ждут Россию. Понятно, что много людей, они ждут Россию и хотят рассеять нас, особенно в наше вот действительно сложное время с нашими-то амбициями, с нашим неумением, умением объединяться только тогда, когда уже приперед, перед расстрелом, да, демократы. Вот, разными, с нами разными неправильно, но одной группы крови и одной, ну и желание одной, судьбы, как бы, нашей стране. Они слабее пока, вот, живя у нас за спиной, но они ждут, что мы будем слабее. А нам надо быть сильнее, работать, смотреть по сторонам, не терять друг друга, я сейчас идеалистические вещи говорю, ну а то, что наболело, и по возможности терять их. А с СБУ мы общаемся, но надежда, надежда не на СБУ, надежда на нас, и, короче, пока есть мы. Ну и... Дальше Бабушкинского райсовета они пройдут. Не, ну а Ростов-на-Дону, я просто хотел сказать несколько слов о городе Ростов-на-Дону, о том, что там, в общем-то, есть законность и право в этом городе, а именно вот суд в Ростове-на-Дону оштрафовал группу Дипепл, Яна Гиллана и компанию, за то, что они, приехав в город Ростов-на-Дону на гастроли, исполняли песни группы Дипепл. Значит, оказывается, там по закону, там есть такое российское авторское, значит, общество. Российское. Да, то есть, и оно защищает права авторов, даже если это сами авторы, то есть, и они вот их оштрафовали, они не знали даже, что есть такое общество, может быть, как и город Ростов-на-Дону, ну, куда-то приехали. А что это? 150 тысяч рублей попала группа Дипепл, значит, вот побывав в Ростове-на-Дону, так что город опасный на самом деле. Я сейчас нарвусь на большой штраф там. Смок о зе воте. Не рывайся. Сейчас настольник наиграл. Ребята, у нас 5 минут, коротко, давайте звонок, если не про тарифы, пожалуйста, потому что мы про тарифы, мы уже не можем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня нет вопросов, просто хотелось поблагодарить за вашу живую передачу, высказать дань уважения за ваш тройной диалог, нравится, я ее просто никогда не смотрела, тут пару раз посмотрела, понравилось то, что нет вот этих заглаженных углов, нету однородных фраз, и спасибо вот сейчас вы сказали за еврейскую общину, все-таки, за то, что надо иметь уважение пожилым людям. И спасибо, вот на самом деле, за живой ваш делок. Ой, спасибо большое, вам так приятно, просто очень приятно. Что вы посмотрев одну передачу, теперь смотрите еще. Смотрите следующую, да. Я думаю, что если есть у вас желания какие-то, такие очень сильные, их можно теперь загадывать, потому что помните, у нас раньше на фестивальном причале стоял такой красивый шар, потом одному такому там не совсем здоровому человеку пришло в голову, какой-то голос повелел ему, он его разбил, а говорят, что этот шар исполнял желание, можно было дотрагиваться и загадывать желание. Так вот теперь уже совсем недавнего времени на том же месте появился новый шар, я не знаю, будет ли он исполнять желание, там пока заборчик стоит, реконструкция еще, но он называется шар любви, не любви на шару, а шар любви, он будет светиться там красиво как-то вроде бы. Так что идите туда, загадывайте желание. Ну, это шутка, конечно. До времени у нас немного, я хотел еще спросить, какого цвета у тебя горло, потому что у нас лягушка с голубым горлом появилась в городе редко, вот. Какой неожиданный вопрос. Об этом в следующий раз. Я даже растеряла. Но это был у меня такой переход к культуре, коротко скажу, в следующий раз более подробно. Очень интересно, 14 июля, бесплатно, что характерно, в Днепропетровской обл. администрации, как это не пафосно звучит, но это уже не первая акция, будет поэт Орлуша. Андрей Орлов, русский поэт, которого как бы назвал, который в свое время написал, братья российские, вы бы могли с братством не суетиться, просто уйдите с нашей земли, может кому проститься. Это при всем неоднозначном отношении, даже либералы российские учат нас жизни, но это на самом деле очень классный поэт, который приезжал вот сюда с Ефремовым, с Михаилом Ефремовым, с проектом «Гражданин хороший». Вот 14 июля, я более подробно в следующий понедельник расскажу, 14 июля в обл. администрации бесплатно выступление в конференц-зале Андрея Орлова, Орлуш. Это будет, это действительно уникальная, классная штука. И спасибо обл. администрации за... Юрию Голику непосредственно к драйверу этого процесса, который занимается этим. Я просто... Новости культуры сжимаем, срочно мы заканчиваем. Ну я хочу сказать, что сейчас разгорелась борьба за то, какой город примет Евровидение. То есть, ну города все те же, что из-за Евро просто боролись, да, там это Киев, Львов, Днебробетровск, Одесса и Харьков. Ну я надеюсь, что там, как написано, что НТКУ вручил всем городам условия и подписал договор о неразглашении того, чего нельзя разглашать. Вот, я очень надеюсь, что у нашего Днепра как бы все-таки есть шансы, хотя там Нищук, это министр культуры, утверждает, что нет у нас таких вот больших, значит, помимо... Это у Нищука нет шансов выиграть Евровидение. Ну я просто, вот шведский город Мальмю, да, там принимал, там, а в этот город там всего-то 300 тысяч живет и ничего, принимал нормально. Поэтому я уверен, что у нас есть шансы, а в любом случае Джамала к нам приедет. Это будет 10-11 сентября, будет как бы День города, и в рамках Дня города мы возвращаем, стараемся, вот наша культурная столица, вернуть фестиваль джаз на Днепре. И Джамала один из гостей фестиваля. Не только будет ведущий джазовый, без пафоса, звездами, мы будем постепенно знакомить, когда это станет фактом, я не верующий человек, Бог любит троица. Артур Куре три вопроса написал, он, кстати, но тоже один... Сказал, да, про шар он написал, что там условного казака с булавой надо поставить. Надо было бы вместо шара. Я не знаю, условного казака. Посмотрим, посмотрим. Ай, как много мы не успели рассказать. Я традиционно, раз о культуре, я вот человек новостейный, да, традиционно всегда погодой заканчивают. Ну, делаем ставки, завтра обещают похолодание. Похолодание и дожди. Будут, не будут, как вы считаете? Нет, а что ты ставишь? Не должны. Не должны, то есть будет жара. Да, я думаю, что должно наступить облегчение, сейчас всем очень тяжело. Облегчение, да. С жарой я имею в виду. И мы скажем с облегчением. Начнем следующую передачу, в следующий понедельник. Я бы очень хотела сказать это в прохладной области. Мы живем до понедельника. Спасибо большое вам за внимание. И за теплые слова в эту теплую погоду. И пишите нам. До свидания, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok